Виктор Кухно Сегодня мы с вами рассмотрим виды источных вод, какие системы канализации населенных пунктов бывают, элементы наружной канализации, схемы сетей, трассировка, а также поговорим, как закладываются канализационные трубопроводы в землю, какие они бывают, материалов из каких бывают, какие бывают сооружения на канализационных сетях, устройства дождевой канализации. И уже ближе к насосам, это канализационные насосные станции, насосы, автоматика и какие насосы мы можем предложить для данных изделий. Вот. Ну, потихонечку начнем. Значит, если, пожалуйста, коллеги, вы можете писать в чате свои вопросы или что-то поподробнее остановиться. Если кто-то хочет высказаться, я с удовольствием включу микрофон и, может быть, можно задать вопрос через микрофон. Вот. Значит, виды сточных вод делятся на три основные большие группы. Это хозяйственно-бытовые, промышленные и поверхностные сточные воды. Вот. Если более подробно о них говорить, то хозяйственно-бытовые стоки это те, что относятся, отводятся от наших домов, от жилых домов, а также от объектов социальной инфраструктуры, школы, больницы, детские сады, спортивные сооружения и так далее. Значит, в основном в составе этих вод органика, то есть то, что мы не доели, минеральные вещества, а также то, что продукты жизнедеятельности наши переработанные, азотосодержащие соединения, фосфаты и значительная степень фекального загрязнения. Вот. Дальше у нас идут промышленные сточные воды. Это сточные воды от предприятий, которых у нас тоже достаточно. Вот. Конечно же, для данных систем предусматривается доочистка на самом предприятии, потому что в составе этих соединений могут быть органические и неорганические элементы, волокнистые включения, химические активные вещества, стружки, мусор, металл и так далее. И также жидкие включения, масло, нефть, щелочи, кислоты, в зависимости от того, чем занимается данное предприятие. Это вот такие вот промышленные сточные воды. И третья группа, тоже довольно большая, это поверхностные сточные воды. Это все, что сыпется нам на голову и льется, вот, в зависимости от времени года. Вот. Ну, в этом году и зима такая, что только льется, по крайней мере, в Ростове не сыпется. Вот. Вот. И, соответственно, что это у нас? Атмосферные осадки, которые после попадания на землю, на дорогу, на тротуары, да, с крыши стекая, могут содержать мусор, ил, и так далее. Химические активные вещества, кислоты, щелочи от реагентов, еще чего-то, да, все, что у нас это есть. И все это тоже попадает у нас в канализацию. Вот это поверхностные сточные воды. В чем же заключается основная задача системы канализации населенных пунктов? Это прием вот этих всех жидкостей, транспортировку этих жидкостей на чистные сооружения. На чистных сооружениях производится очистка и обеззараживание этих сточных вод. Вот. И, соответственно, далее спуск очищенных сточных вод куда-то в реки, в водоемы и так далее для дальнейшего растворения. Вот. Хотел бы с вами немного окунуться в историю и показать, как раньше существовала канализация и отвод сточных вод, дренаж. Как вы видите, вот здесь 3000 лет до нашей эры уже существовали первые сантехнические сооружения. Вот здесь вы видите как раз место, место, куда люди ходили, да. Вот. И, соответственно, потом жидкость, ой, извините, жидкость у нас благополучно стекала самотеком по системе каналов. Вот. Все стекало самотеком. То есть к чему я веду? Я веду к тому, что вообще канализация идеальна – это самотек. Конечно же, самотеком вода, идеальные условия, должна двигаться и отводиться в систему канализации. Ну, еще один пример, тоже вам приведу. Это у нас, вот, бани древних римлян тоже имели древние системы. По сей день используются такие клоаки Максима, не Максима, а клоаки Максима, как говорится, вот, которые до сих пор существуют и ливневую канализацию до сих пор отводят в Тибор. То есть еще с тех времен, самотеком. Такие же системы есть, построенные в римскую эпоху, в городе Керне, в Германии, также до сих пор существуют. В Берлине до сих пор мы с вами можем наблюдать вот такие вот туалеты. Я даже был в мужской части данного туалета. Ну, значит, там стоит такой писсуар. И вот до сих пор, вот, самотеком существуют такие уличные туалеты, бесплатные, куда можно сходить и справить свою нужду. Вот. Ну, продолжим. Значит, три основные системы, да, канализации, которые используются в населенных пунктах. Это первая, самая крупная, самая большая. Это общесплавная система, которая имеет одну водоотводящую сеть, то есть один трубопровод, вот этот, по которому и доочищенные производственные стоки, и хозбытовые, и ливневые дождевые собираются до кучи, и по трубе по какой-то дальше отправляются на очистные сооружения. Достоинством такой схемы является то, что используется гораздо меньше труб, чем при двух других, о которых мы чуть дальше поговорим, да. И то, что меньше стоимость эксплуатации по сравнению с последующими системами очистки. Но недостатком такой системы является то, что нужно использовать большие диаметры труб, для того, чтобы вот этот весь большой объем стоков довести до очистных сооружений. Соответственно, если мы используем большие объемы и используем насосные станции, то и насосные станции должны быть большой производительности. Ну, может быть, для насосных компаний это выгодно, но с точки зрения строительства гораздо дороже, чем другие схемы. Следующие схемы, которые используются, это раздельные системы канализации. То есть, раздельная система сама по себе говорит о том, что что-то от чего-то отделено. То есть, здесь, грубо говоря, по одной системе трубопроводу, скажем так, идут дождевые и условно чистые производственные стоки, а бытовые, хозбытовые стоки идут по другому трубопроводу. Вот, соответственно, эти схемы разделяются на неполную раздельную и полную раздельную. Само слово неполная раздельная говорит о том, что в этой системе часть ливневых стоков, самая грязная считается, это в первые 20 минут дождя, она отводится на чистные сооружения, ливневые стоки на чистные сооружения. По прошествии 20 минут после заполнения коллектора и трубопроводов, эти стоки начинают выливаться куда-то в естественные водоемы. То есть, считается, что они уже не такие грязные, поэтому могут отвестись в какие-то естественные водоемы. Плюсом такой системы является то, что у нее идет равномерный объем воды, поступающий на чистные сооружения. Не секрет, что чистные сооружения, они рассчитываются на желательно постоянную работу. Вторая схема – это полная раздельная система. Здесь уже имеются две раздельные трубопроводы и, соответственно, ливневые стоки отводятся по своему системе. То есть, один трубопровод для отведения хозбытовых и промышленных стоков, а второй именно для отведения дождевых сточных вод. Достоинство всех этих систем, как мы уже с вами говорили, это меньше капитальные затраты диаметра трубопроводов, чем с общесплавной системой. Меньше, соответственно, у нас стоимость насосных станций и сооружений на системе. Так, какие у нас есть элементы наружной канализации? После выпусков из зданий, когда у нас трубопроводы выходят из здания, обязательно устанавливаются смотровые колодцы и какие-то дополнительные контрольные колодцы. Все мы знаем, что в систему канализации попадают и бутылки, и мячики, и иногда достают даже велосипеды. Поэтому возможность забивания этих участков довольно высока. И, конечно же, водоканалу желательно, чтобы был смотровой колодец, чтобы там можно было, если что, почистить, провести какие-то осмотры и так далее. Они соединяются с системой трубопроводов, где есть определенные на уличной сети коллектора, и далее они уходят уже в соединительную ветку, куда-то в уличную сеть, в центральную канализацию собираются все это. Дальше. Как мы уже с вами говорили, что основой всегда проектировщик закладывает схему начертания наружных водоотводящих сетей в зависимости от рельефа. Как мы у вас видели, в Кносском дворце все должно быть самотеком. Это идеальный вариант. Но, помимо этого, конечно же, всегда еще рассматривается роза ветров, чтобы у нас то, где мы собираемся делать канализационные сооружения, от них, очистные сооружения, чтобы от них не было запаха в жилые районы. Вот. Ну, одним из примеров, это перпендикулярная схема. Как видите, в зависимости от уклона населенного пункта, населенном пункте, у нас производится относительно реки перпендикулярно схема стекания наших канализационных трубопроводов, жидкости. Еще один пример, пересеченная схема. То есть здесь у нас есть и перпендикулярно, и, скажем так, параллельно реке. И таким образом собирается у нас жидкость по этим коллекторам и трубопроводам. Далее может поступать либо в очистные сооружения, либо на насосную станцию, которая все это перекачает в очистные сооружения. Ну, как еще раз повторюсь, все зависит от рельефа. И зонная схема. Здесь тоже может быть в верхней части, к примеру, есть у нас возможность самотеком все это отвести. В нижней зоне нет возможности отвести самотеком, поэтому могут использоваться вот насосные станции для отведения нижней зоны в очистные сооружения. Вот. Причем, как видите, вот здесь врезка. Проектировщики любят, конечно же, здесь ставят колодцы, гасители и так далее, для того, чтобы не мучиться с врезкой в напорный трубопровод. Дальше я покажу примеры. Недавно мы столкнулись тут, когда необходимо было врезаться именно в напорный трубопровод. Вот. И вот здесь одна насосная, здесь одна насосная уже после. И это третья была насосная, которая врезалась в существующую систему. И нужно было проверить, как будут работать все насосные, совместную характеристику трех насосных станций в один напорный коллектор. Ну, дальше тоже покажу. Вот. И радиальная схема, тоже, грубо говоря, холм гора, где будет у нас находиться населенный пункт, и самотеком в разные стороны может отвестись наша жидкость, и в пользу и насосной станции, и самотеком попасть в очистные сооружения. Вот. Такие тоже могут использоваться радиальные схемы канализационных сетей. Вот. Если мы пойдем дальше и дойдем уже до жилых кварталов и районов, которые находятся в нашем населенном пункте, здесь тоже используется несколько схем, и они, опять же, склонны к самотеку. Склонны к самотеку. То есть, проектировщик после того, как схему населенного пункта переходит к трассировке водоотводящих сетей на генеральном плане и уже рассматривает вот эти микрорайоны нашего населенного пункта. Они делятся на, ну, основные три группы. Объемлющая схема по пониженной стороне квартала и через квартальная схема. Опять же, извините, может быть, повторюсь, все связано с самотеком. И вот объемлющая схема. То есть, здесь при плоском рельефе в больших кварталах у нас жидкость растекается в разные, возможно, стороны, да, и потихонечку стекает к основному коллектору. Вот. Следующая схема, где у нас есть с вами явно выраженный уклон. Здесь мы можем от нескольких сразу кварталов отвести к основному коллектору, да, и, соответственно, она благополучно самотеком отведется и уйдет дальше на куда-то начисные сооружения. Либо, как вариант, это может быть уклон в сторону соседнего квартала, да, какой-то там, возможно, именно в середине, между двумя кварталами будет в эту сторону уклон. Благополучно стекает от кварталов вот сюда вниз, вот эту низинку, назову ее так, и дальше отводится уже на начисные сооружения. Вот такие основные трассировки в жилых кварталах, которые используются. Теперь немного поговорим о расположении этих трубопроводов канализационных в системе, в уличной системе, да, расположения. Ну, как мы видим на схеме, ливневая канализация у нас, то есть дождевая канализация ливневая, да, у нас трубопровод прокладывается под дорогой. Причем, как вы видите, дорога сделана с уклоном в обе стороны, чтобы правильно сделанная дорога, да, чтобы лужи не стояли на ней. Правильно сделанная дорога делается с уклонами, с ливневой канализацией, да, и благополучно отводятся на начисные сооружения. Ну, не будем говорить, как у нас строят дороги. Стоят лужи, ливневки нет, все это благополучно потом асфальт разваливается, растрескивается. Конечно же, желательно, чтобы все это делалось. И бытовая водоотводящая сеть, хусбытовые стоки, они тоже здесь, вот здесь проложены и благополучно с уклоном отводят наши стоки на очистные сооружения. Иногда задают вопрос, на какую глубину закладываются данные стоки, да. Там, больше глубины промерзания, да, меньше глубины промерзания, допустим, там, глубина промерзания метр, да, к примеру. И нужно ли канализационную трубу хусбытовых стоков прокладывать вот на этой глубине. На самом деле стоки идут с положительной температурой. Даже в зимнее время температура стоков не снижается ниже 10 градусов. Которые вот уложены у нас в земле. Поэтому допустимо прокладывать трубопроводы на глубину меньше глубины промерзания. Благодаря большой теплоемкости воды вокруг трубы образуется, ну, так называемая зона талого грунта, который примыкает к трубе. Поэтому трубопровод не промерзает и не разрушается. Если же, конечно же, у нас под дорогой, либо там еще под какими-то ответственными местами, конечно же, там уже специально считается. От нагрузки, которая может иметь высокий показатель, трубу закладывают под землю не менее 900 миллиметров. То есть там уже другие условия для закладки трубопроводов. Это довольно подробно описано в СНИПе. Вот. Вы всегда, если нужно, можете это прочитать. Так, продолжим. Виды трубопроводов. Ну, конечно же, до появления пластиковых труб использовались различные и стальные, и из чугуна, и асбестра, цемента, керамика. Вот. И так далее. Трубопроводы использовались, конечно же, сейчас большое распространение получили именно с полимерных материалов. Нет коррозионного износа, в отличие от стальных, да, к примеру. Высокая, то есть низкая шероховатость, то есть низкие сопротивления трубопроводов. Вот прочность, да, по сравнению там, допустим, с какими-то там керамическими или асбестоцементными трубами. Довольно прочные получаются трубы, получились трубы. И сейчас, вот, разговаривая с проектировщиками, конечно же, они на эти пластиковые трубы из полимерных материалов очень хорошо их применяют. Они недорогие, в том числе это тоже очень важно при проектировании. Это именно капитальные затраты на строительство, да. трубопроводов, потому что даже какая-то КНС-ка на длинном участке трубопроводов, она не стоит так, как устройство, прокладка именно трубопроводов. Там совсем другие деньги. Вот, но, как бы, конечно же, в определенных местах при глубоком заложении, при определенных условиях могут применяться также и стальные трубы. Конечно же, это все зависит и от места установки, и от каких-то условий. К примеру, может быть, перекачка жидкости с высокой температурой, да, какие-то специальные там промышленные стоки. То там, конечно же, все зависит от условий и от жидкости с температурой, состава, которые они будут перекачиваться, где будут закладываться. Вот. А что еще есть на канализационных сооружениях, да, какие? Ну, мы с вами говорили о колодцах осмотровых, вот, примерно как он выглядит в раскопанном виде. Есть, бывает так, что если трубопровод прокладывается где-то под какой-то траншеей, не знаю, речкой, ручьем и так далее, делаются вот такие вот дюкеры, да, то есть вот эти дюкеры называются вот это вот впадинка трубопроводов. Нежелательное, конечно, изделие на канализационных сетях. Все дело в том, что в нижней части у нас, мы с вами говорили, что в составе могут быть и песок, ил, фекалии и так далее. Все это может благополучно застаиваться вот здесь и со временем, конечно, ухудшать. Особенно, если самотеком как-то все идет, то может ухудшать, конечно же, пропускную способность вот этого участка. Также есть различные выпуски, реки, водоемы, озеры, моря и так далее. Есть глубоководные выпуски, есть выпуски, как видите, прямо на бережок моря, вот этого всего. И, соответственно, это уже очищенное, конечно же, я надеюсь, вода отсюда вытекает. Вот. Вентиляция. Обязательное условие существования любой канализации это вентиляция, так как для того, чтобы и запах уходил, не было срыва гидрозатвора. Потому что, если я здесь перекрою, вода будет идти, может быть срыв гидрозатвора и запашок благополучно попадать в квартиру. Да, вот делаются специально такие выпуски для того, чтобы все легко и непринужденно утекало в очистные сооружения. Вот. Основные такие элементы. Если рассмотреть, рассмотрим мы с вами ревневую канализацию, мы с вами смотрели, что на дороге устраивают такие дождеприемники. Мы их периодически видим, проезжая на автомобилях по нашим дорогам. Ну, все довольно просто в нем. Железобетонное такое вот изделие, куда попадает через решетку, попадают ливневые стоки. Вот. Здесь собираются и потом через трубопровод дальше уже уходят куда-то в систему коллекторов ливневой канализации. Ну, вот простейший вид этого дождеприемника. Вот. Когда мы с вами все это собрали через дождеприемники, через трубы, и у нас нет возможности все это благополучно самотеком доставить на очистные сооружения, используются канализационные насосные станции. Вот. Различный вид материалы и насосы, которые могут применяться в этих станциях. Более подробно, конечно же, о материалах и о видах рабочих колес, о стоках и так далее. У нас тоже есть презентация, об этом мы поговорим. Но сейчас обзорно на какие группы распределяются наши КНС. Для перекачки бытовых сточных вод районные, отдельных коллекторах, установленные главные перекачивающие, насосные станции, очистные сооружения и так далее. Есть насосные станции для перекачивания производственных сточных вод. Там тоже могут использоваться материалы устойчивые вот к этим сточным водам производства. Есть КНС для перекачивания атмосферных вод, предусматривается в сети дождевой канализации. Там тоже самое есть отличие. Ну, если как пример, да, бытовые сточные воды должен быть большой шаровый проход для того, чтобы не забивалось рабочее колесо. В ливневых канализациях большие шаровые проходы не нужны, да, потому что там условно чистая вода и вероятность, что туда что-то огромное может прилететь. Конечно, есть, но гораздо реже. И также есть КНС для перекачивания осадков на очистные сооружения, ну, к примеру, активного ила и песка. Это уже непосредственно в очистных сооружениях вот эти вот насосы рециркуляции, которые там могут рециркулировать на активный ил. Ну, и так далее, для вот именно работы очистных сооружений. Ну, как вид, такие здания, которые мы тоже видим рядом с дорогой периодически, в различной формы. Круглый, квадратный, прямоугольный, подземный, с подземными различными сухими камерками, где-то внизу расположенными насосами как-то. Вот так примерно выглядят канализационные насосные станции. Значит, они делятся стандартно по классике на две части. С одной части у нас собирается жидкость там за стеной. С другой части сухая камера устанавливается насосы, которые при наполнении емкости жидкостью включаются и перекачивают дальше куда-то. На следующие очистные, либо на следующий КНС, эту жидкость. Насосные станции, есть категорийность у них по надежности. Первая категория, ну, в основном у нас все первые категории. Я крайне редко встречаю вторую или третью. Первая категория, они допускаются перерыва или снижения подачи источных вод. Это как раз все наши населенные пункты с числом жителей больше 50 тысяч. Вот, не допускается перерыва, должна быть там работа постоянная и не дай бог, чтобы она остановилась и все потечет вокруг, что называется, вся эта жидкость. Вторая категория, это, возможно, допустимый перерыв подачи стоков не более 6 часов. В основном используется на населенных пунктах, в которых проживает от 5 до 50 тысяч человек. Вот, и третья категория, допускается перерыв подачи источных вод не более суток. Ну, это небольшие поселки, которые обслуживают не более 5 тысяч человек населения. Здесь допускается не более суток остановка в работе. Ну, и как пример, значит, при разработке насосной станции у проектировщика всегда есть необходимость проверки нескольких рабочих точек. Вот, как здесь, здесь мы считали до 5 рабочих точек должны были обеспечить насосная станция. Здесь у нас и работа в аварийном режиме. В первой категории у нас два трубопровода идет, да. И работа в аварийном режиме, когда, допустим, один трубопровод вышел из строя. То есть насосная станция должна перекачать требуемый объем стоков через один трубопровод. И работа в обычном режиме, когда насосная станция работает на два трубопровода. И проектировщица проверяла, когда у нее там только начали жить жители, и надо проверить насосная станция, как справиться с этим объемом стоков. То есть, вот я говорю, до 5 рабочих точек мы рассчитывали и проверяли возможность работы насосов в этой системе. Или, вот как я вам говорил, другой пример. Сейчас я попробую вам еще раз нарисовать. Если у меня получится что-то нарисовать. Что ж такое-то. Так, ну, значит, схема какая? Существовала одна КНС. Существовала, то есть не КНС, а ливневая канализация. Один населенный пункт, ливневая канализация. Второй гипермаркет, ливневая канализация. Здесь центральный коллектор. Ну и тут решили построить вот здесь жилой поселок. И нужно было поставить, соответственно, ливневую КНС еще одну. Врезаться в существующую напорную сеть. И таким образом проверить, подобрать таким образом насосы, чтобы вот эти справлялись. Вот эти справлялись. Свой объем выдавали сюда. И вот эти свой объем могли выдать сюда. Как вы думаете, сколько рабочих точек вот в данной системе? Я знаю, что вы догадались, их было много. Значит, первая рабочая точка, работает одна насосная станция, эти молчат. Вот она откачала. Вторая рабочая точка, работает эта насосная станция вместе с вот этой насосной станцией. Третья рабочая точка, работает эта насосная станция, вот эта и вот эта. Потом включается вот эта одна, включается совместно этой, включается совместно с этой насосной станцией, вот эти две. Еще рабочая точка. Включается только вот эта одна. Вот эта одна потом работает с вот этой или с вот этой. И все это нужно было проверить. А так как рассчитан определенный объем ливневых стоков, то он должен выдерживаться. То есть я не могу, чтобы какой-то насос, вот есть такая фраза, запирал другой насос. Поэтому нам пришлось проверить все эти возможные рабочие точки с помощью, вот видите, здесь несколько графиков совместной работы. Причем некоторые рисовались даже вручную. Приводились к рабочим, к вот этим точкам приведенные насосы. И проверялась работоспособность системы. В конечном итоге мы подобрали насосы для данной вот этой системы, чтобы они могли и свое откачать. И совместно нормально работали с остальными насосными станциями. Вот. Так что, если будут такие интересные задачи, обращайтесь к сотрудникам нашим. Мы вам с удовольствием поможем. Так. Теперь дальше по устройствам КНС. Ну, мы с вами показывали фотографии. Есть, когда у нас резервуар отнесен от насосов. Да. Есть, где резервуар совмещен с насосами в одном здании. Также по расположению насосов. Насосы могут быть находиться, да, на уровне с емкостью электродвигателя, либо электродвигатель может быть вынесен куда-то вверх в сухое помещение. Ну, крайне редко такую схему встречал. Но, возможно, она тоже есть. Вот. Также довольно широкое получило применение. Это КНС с погружной установкой в стаканах. В различных вариантах. И стеклопластиковые, и из ПНД, и из бетона делают такие стаканы. Очень удобно в нашей жилой застройке плотной. Можно где-то ее закопать. Причем даже иногда делают под дорогами их. Где-то ставят. И, соответственно, они собирают эту жидкость. И дальше насосами откачивают на очистные сооружения. Вот. Вот так это выглядит сверху, да. Вот. Насосы опускаются на трубопроводах на таких. И внизу устанавливаются и работают. Вот. Вот такая вот схема может быть. Ну, вот как внизу. Они уже установлены на устройстве погружного монтажа. Вот стоят два насоса. Они опустились. Здесь специальные прокладки герметизации. Вот стоят. Которые не позволяют воде при работе насоса выливаться обратно в эту емкость накопительную. Вот. Если это большая насосная с большой производительностью, конечно же, там предусматриваются домики наверху, где устанавливается, может быть, лебедка электроталь, если насосы с большим весом. Да. Также здесь устанавливаются шкафы управления автоматикой. Вот. И все это в таком вот виде тоже может использоваться. Так же насосные станции довольно часто применяют в насосах сухой установки. Желательно, конечно же, применять, если насосы на уровне с жидкостью, то желательно применять насосы, не боящиеся затопления. Это связано с тем, что прорыв стенки или что-то там утечки, да, жидкость эта пойдет на насос и может вполне, если электродвигатель установлен здесь, то может вполне привести к несчастным затоплению наших насосов. Вот. Ну вот, как пример, это насосы, стандартные насосы сухой установки, да, для перекачки фекальных стоков. Что удобно? То, что насосное оборудование можно осмотреть, посмотреть, потрогать, протереть тряпочкой для красоты. Ну и, как бы, вот, довольно для обслуживающего персонала приятно видеть, что вот он работает, не работает и что с ним вообще. Но, как я уже говорил, возможность затопления машинного зала, так как насосы, так как электродвигатели общепромышленного назначения используются. Как вариант использования насосов, погружных насосов с внутренней рубашкой охлаждения здесь, которые не боятся затопления, но в то же время внутренняя рубашка охлаждения позволяет отводить тепло от электродвигателя и дальше направлять жидкость уже в коллектор. Эти насосы не боятся затопления. Вот, и также могут хорошо работать. Что еще используется на кондиционных очистных сооружениях? Ну, все вы прекрасно знаете, если работаете и проектируете такие системы, есть у нас СП-32, наружные сети и канализация, в которой, конечно же, есть указания на применение ссороулавливающих корзин или различных дробилок-измельчителей. Ссороулавливающие корзины хорошая вещь. Единственное, что ее нужно периодически чистить. Периодически чистить это нужно. Нужно водоканалу заключать договоры с организациями, которые будут вывозить, отвозить, как-то утилизировать это. И водоканалу не очень это нравится. Довольно часто сейчас начали использовать именно дробилки-измельчители. Ставится либо непосредственно в самой емкости КНС, причем здесь указана у меня, допустим, бетонная емкость, но она может быть и ставится такие штуки и на стеклопластик, и на ПНД, специальное устройство крепления с опорами на дно. То есть есть специальные условия для крепления таких вот дробилок-измельчителей. Бывает так, что дробилки ставятся где-то на трубопроводе непосредственно, как вот здесь представлено. Это уже у нас фланцевый вид измельчителей, которые на фланцах установлены на трубопроводы и, соответственно, измельчают то, что попадают туда твердые частицы и дальше подается в резервуар. Отдельно у нас есть про них вебинар, коллеги, мы о них рассказываем более подробно на семинарах, так что смотрите расписание, записывайтесь, приходите, расскажем подробнее о дробилках. Автоматика также должна быть на очистных сооружениях. В основном ее функция это включение-выключение насосов, переключение на резервный насос, диспетчеризация о работе, неисправности и так далее. И, соответственно, переключение, если это какая-то категорийность, переключение на другой ввод и так далее для надежной работы данной системы. Потому что, как мы с вами говорили, первая категория не допускается никакие перерывы в работе канализационных насосных станций. То есть, как раз автоматика для этого и нужна, чтобы быстро среагировать и переключиться на резервные насосы. Ну, вот тут я основные функции выписал. Как бы пуск-остановка насоса, включение одного или нескольких, в зависимости от схемы работы насосов, открытие-закрытие задвижек, если это большая станция, там тоже может применяться для того, чтобы пусковой ток не был большим. Применяется медленное открытие задвижек и закрытие при выключении насосов. Отключение работающего насоса при неисправности включения резервного. Защита насосов от работы в недопустимых режимах. То есть, это перегрузки, чтобы насосы не работали. Передача сигналов диспетчеризации различных. И включение-выключение дренажных насосов. Если в сухой камере у нас есть приямки и дренажные насосы, при возникновении протечек, затопления, включаются-выключаются дренажные насосы. Ну, вот схематично, как это все работает. То есть, есть несколько уровней. Включение сухой ход насосных агрегатов. Есть поплывки включения первого, второго насоса. Перелив в канализационной насосной станции. Это как раз и отслеживает автоматика вместе со своими поплывками. Но, помимо поплывков, могут использоваться еще и датчики уровня, которые заменяют, скажем так, всю эту гроздь поплывков, которую мы до этого с вами посмотрели. То есть, он работает от уровня жидкости над собой, вот гидростатический уровень жидкости над этим датчиком. Датчик вешается на самый низ, и по вот этим вот уровням настраивается прибор управления. Он уже включает-выключает насосы, видит перелив и так далее. Автоматически работает эта система. Как пример различных управления блоков, вот, допустим, схема поплывков, вот грозди поплывков, висящие у нас на прикрепленные за трубопроводы. И, как пример, вот один датчик крепится на, вот тут, ну тут в частности, на арматуру, закрепленный стяжечками, и потом благополучно опускается в приемную камеру, и там работает. Ну, вот это я снимал даже на свой фотоаппарат в 2012 году. Мы в городе Ставрополь запускали насосную станцию. Вот до сих пор этот датчик и насосы благополучно работают там, и откачивают сточные воды. Вот. Набрали, откачали, куда-то качали, качали, в конечном итоге дошли до очистных сооружений. Вот как раз эти очистные сооружения у нас. Здесь есть несколько видов очисток, то есть там есть и предварительная механическая очистка, да, для того, чтобы убрать оттуда всякие крупные загрязнения, да, есть какие-то отстойники, потом есть аэротенки, где там с помощью подачи кислорода, да, у нас бактерии, вот этот активный ил, съедают то, что мы не доели, да, все это перерабатывают, говорят нам спасибо. Вот. И таким образом работают очистные сооружения. Как я уже сказал, там несколько могут быть и аэротенки, и денитрификаторы, которые для разложения азотосодержащих соединений. Вот. Различные виды очистки. И более подробно, конечно же, у нас будет вебинар от тех степенях очистки, которые применяются на очистных сооружениях и какие насосы там используются. Если говорить в двух словах, то здесь используются мешалки для создания потока, да, вот в этом очистных сооружениях. Мешалочка стоит и двигает вот эту жидкость, не дает застаиваться илу, постоянно все перемешивает и как бы создает направление движения. Также здесь могут использоваться аэраторы, которые у нас подают вот так вот кислород, пузырьки кислорода, для того, чтобы тоже у нас активнее проходил процесс очистки. И различные виды насосов у нас есть с большой производительностью, которые могут из резервуара в резервуар. Эту жидкость тоже подавать. Вот. И тот активный ил, который обратно должен вернуться, он может также перекачиваться, тут у нас с рециркуляционными насосами, который может вернуться обратно на систему очистки и продолжить перерабатывать то, что вкусненькое пришло на очистные сооружения. Вот. Ну вот такие схемы. Хотелось бы сказать в заключении, что если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим сотрудникам. Значит, у нас в России есть порядка 30 филиалов. В вашем регионе тоже, я думаю, вы коллег наших знаете. На сайте все можно посмотреть, координаты. Завод у нас в Ногинске, в Подмосковье. Также вы можете обращаться в Республике Беларусь к нашим коллегам. Помимо этого, можете обращаться в Алма-Ате, вилла Центральная Азия. Тоже очень грамотные коллеги там работают. Вот. Записывайтесь на вебинары, ходите на семинары. График вебинаров, семинаров на сайте. Пожалуйста, приходите. Будем рассказывать еще больше интересного. На этом у меня как бы такая презентация закончена. Если у вас есть вопросы, вы можете написать. Продолжение следует...